Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Данный видеоролик вероятно выйдет уже после достижения 10 тысяч подписчиков на канале и это идеальное время для его публикации, ведь такой формат даст возможность новым зрителям понять, как выглядела прошлая версия игры и с чего начиналась история этого канала. Долгое время происходят дискуссии и даже споры о том, какая рыбалка лучше, олдовая русская рыбалка 3 или более современная русская рыбалка 4. В этом видео мы разберем все плюсы и минусы самых популярных игр своего времени в жанре симулятора рыбалки. Несмотря на то, что сравнивать такие разные проекты довольно сложно. Но прогресс не стоит на месте, все игры развиваются и какие-то нововведения перекочевали в РР4 с тройки. Поэтому многие игроки, в том числе большинство моих друзей, уже ушли в более продвинутую рыбалку. Хочу заранее предупредить, что все сказанное в данном видео, это исключительно мое субъективное мнение и опыт полученный за время проведенное в каждом из проектов, начиная с 2013 года. Ваши взгляды на некоторые вещи могут кардинально отличаться от того, что скажу я. Поэтому свои мысли вы можете в развернутом виде излагать в комментариях. Буду благодарен за поддержку этого масштабного видео, лайком и подпиской на мой канал. Всем приятного просмотра! Стоит начать наверное с того, что Русская Рыбалка 3 и Русская Рыбалка 4 это проекты от одних и тех же разработчиков. И как ни странно, некоторые игровые моменты стройки плавно перетекают в четверку. Надеюсь в будущем это не сыграет злую шутку с РР4, такую как например добавление барахолки. Или появление альтернативного отвара суперудачи, который во многом погубил РР3. Но сейчас же появление в РР4 большинства вещей, которые были добавлены ранее в РР3, это лишь возможность переманить игроков в более продвинутую версию игры. Все же это абстрактные понятия, поэтому давайте начнем разбирать по полочкам, какие плюсы и минусы есть в каждой рыбалке по основным критериям. Первое что видит новый пользователь это графика, которая является по сути обложкой игры и привлекает в первую очередь визуально, а уже после погружения в игровой мир можно изучать разные механики. Здесь конечно в преимуществе над всеми существующими играми про рыбалку именно РР4, а в тройке можно сказать графики просто не существует, и она не менялась уже десятилетии. РР3 это обычная статичная картинка, на которой передвигаются несколько пикселей. Но и в четверке не все так гладко, ведь несмотря на красивую и настраиваемую графику, оптимизация игры от этого сильно страдает. При наличии хорошего ПК появляется возможность насладиться красивыми пейзажами на любом водоеме, и с достоинством оценить красиво проработанные модельки всех водных жителей, в том числе морских. Самое же важное в любом онлайн симуляторе это игровой процесс. И в обеих играх он очень проработанный и разносторонний, поэтому является основой удержания большого рыбацкого сообщества на протяжении долгих лет. РР4 проработана до мелочей и уверенно лидирует в реалистичности и атмосферности, за счет качества проработки всех локаций и хорошо реализованных тонкостей рыбалки, которые выделяют РР4 на фоне конкурентов. В этой игре есть возможность подбирать необходимые приманки для каждого водоема и под свой стиль рыбалки, сортируя их по размеру, раскраске и форме. Возможно даже заменить крючок на каждый из приманок, а вот удилища и катушки можно полностью настроить и даже разобрать на детали для ремонта в мастерской, как за серебряные, так и за золотые монеты. Точно так же все работает и при изготовлении прикормок. У вас есть возможность подобрать компоненты из огромного списка и приготовить желаемую смесь под определенный водоем. Реализована даже возможность дробления бойлов и создания ПВА стиков для карповой ловли. А что касается карпфишинга, то кроме существующих водоемов, в игре скоро появится новая база с карпами кои, что сделает этот вид рыбалки еще более захватывающим. РР3 в свою очередь более казуальная игра, другими словами более простая и привычная для олдовых игроков, но при этом развлечений в игре предостаточно. Например, десятки квестов, которых многим так не хватает в РР4, но которые к сожалению превратились исключительно в выкачку денег с игроков. А вот годами ранее эти квесты были для многих чуть ли не целью всей жизни, ведь каждый день рыбаки подключались к серверам игры, чтобы поймать ту самую редкую рыбку или предмет, которого не хватало для выполнения квеста, за который можно было получить хоть и скромную, но все же награду. Кастично все это реализовано в РР4 и даже модернизировано под 3D. Те же самые квалификации или закрытие водоемов, за выполнение которых можно получить медаль и установить ее в своем доме на полке. А вот возможность повесить трофей на стену в своем доме, это по моему мнению вообще отдельный вид искусства, особенно если устанавливать трофеи крупных рыб в доме на берегу моря. Нельзя не упомянуть и про другие интересные детали в РР3, например такие как сопутствующие предметы, мутанты с доски объявлений, автоматические и форумные турниры, сокровища и система рейтингов, которая кстати в итоге появилась и в РР4, вместе с форумными турнирами и такой же как и в тройке с системой подсчета баллов. Немного хотелось бы сказать и о статистике, ведь статистов в любой игре очень много, и в какой-то мере я себя тоже отношу к такой категории, ведь возможность апгрейдить свой аккаунт и отслеживать это в специальных разделах, это довольно интересно, и такие детали заставляют заходить в игру каждый день. Изначально возможность просмотра своего профиля и профилей других игроков, с различными статистиками появились в РР3 и за многие годы почти никак не преобразовались. Но все равно многих это заставляло ходить в турниры и зарабатывать медали, ловить мутантов на различных водоемах или просто для себя создавать красивый аккаунт. Большая часть из вышеперечисленного появилась в РР4 в усовершенствованном виде и с более удобным интерфейсом. При этом есть статистика аккаунта, которая видна всем пользователям, а есть те детали, которые может отслеживать только владелец. Например, количество пойманной рыбы и трофейных хвостов на определенные типы удилищ и оснасток, а также число изготовленных приманок или продуктов. И все это удобно укомплектовано в одном разделе. Кроме того, в РР4 есть 8 веток навыков, прокачивая которые, появляется возможность использовать новые оснастки на каждом типе удилищ или изготавливать более продвинутые приманки и наживки. Прогресс этой прокачки доступен только владельцу аккаунта и дает возможность вкладывать дополнительные очки, получаемые за новые уровни, для повышения результативности навыков. А вот у других пользователей есть возможность оценить раздел уловов другого игрока и посмотреть каждый пойманный вид рыбы на аккаунте, будь то незачетный хвост или трофей. Можно даже посетить дом других игроков и позавидовать их трофеям. Клев в рыбалке это обязательная составляющая, без которой ни одна из игр не смогла бы существовать. В РР3 с этим все одновременно просто и сложно, ведь один раз найдя правильную точку на необходимой локации и подобрал под эту рыбу необходимую наживку, клевать там будет всегда с одинаковой интенсивностью. Но чтобы найти такое место для хорошего клёво определенного вида рыбы, необходимо обладать большим запасом знаний, что может пригодиться, например, при участии в недельном рейтинге рекордов и в некоторых турнирах. В свою очередь в РР4 на всех водоемах рыба имеет свойство мигрировать и менять свои места обитания. Но весь этот процесс цикличен, и рыба спустя некоторое время возвращается на те же самые точки, имитируя таким поведением естественные процессы, происходящие в настоящих водоемах. Страдает из-за этого только нервная система тех игроков, которые привыкли ловить рыбу без какого-либо напряга. Ведь в РР4 нужно сначала найти место для рыбалки, после чего подобрать правильную наживку, размер крючка, длину и материал поводка, а также скрафтить подходящую прикормку, чтобы получить хороший результат. Но по моему мнению, как раз такие вещи и добавляют реалистичности и атмосферности в игре, заставляют экспериментировать и передвигаться по водоемам, не засиживаясь на одном месте. Для этого разработчики сделали самым результативным только первый час на одной точке. В РР3 число водоемов стремится к сотне, но много не всегда хорошо, фраза, которая идеально описывает ситуацию с огромным количеством рыболовных баз в этой игре. Начальные водоемы мало чем отличаются друг от друга, разве что изображениями локаций, ведь много видов рыб повторяются и не дают возможностей прокачки опыта или заработка игровой валюты. В РР4 же все намного проще. Почти на каждом водоеме уникальные виды рыб, которые не только предоставляют возможность для развития аккаунта, а и дают разнообразную и интересную рыбалку на всех уровнях. Добраться до самой престижной и высокоуровневой рыболовной базы можно без особых усилий за несколько месяцев и что самое главное, без вложений реальных денег, при этом не ощущая трудностей и нехватки контента. В тройке же на данный момент для прокачки уровня необходимого для топовой базы могут уйти годы. Это будет очень тускло, однообразно и очень неэффективно без вложения немалого количества доната. Все то же самое касается и видового разнообразия. В РР3 в десятки раз больше видов рыб, чем в РР4, но процентов 90 из них являются бесполезными для основной массы игроков. Что касается экономики в играх, то в РР3 она попросту сломана. Новичкам не было создано условий для постепенной прокачки за счет заработка на всех диапазонах уровней. И как уже было сказано ранее, хорошие и тем более топовые снасти продаются по завышенной в десятки раз цене. Такого не было, например, 8 или 10 лет назад, и пришло все исключительно из-за небрежности руководства игры или недостатком коммуникации между этим руководством и разработчиками. Хотя изначально сама идея и ее реализация в игре были очень достойными. А логичнее построенную систему рыночных отношений будет сложно найти даже в современных экономических играх. Для того, чтобы сравнить стоимость самых дорогих снастей в играх, необходимо провести деноминацию игровых миллиардов с РР3, приравняв их к тысячам серебра в РР4. Исходя из результатов, 10 тысяч единиц игровой валюты в тройке среднестатистическому новичку придется зарабатывать раз в 5, а то и в 10 дольше, чем в РР4. Процесс прокачки аккаунта и заработок игровой валюты в двух сравниваемых играх осуществляется по факту одинаково, а именно ловлей рыбы. Но в РР3 не все так однозначно, как в РР4. В четверке игроку действительно для развития своего аккаунта необходимо ловить разные виды рыб на различные типы удилищ и оснасток, которые каждый выбирает под свои интересы и возможности. А пойманную рыбу пользователь продает в кафе или на рыбном рынке, получая адекватное количество серебряных монет в соотношении к стоимости снастей. Также радует возможность поимки трофея с повышенной ценой на любом уровне и, что немаловажно, на любые снасти. Говоря по-простому, игрок может заработать адекватное количество серебра даже на самые слабые снасти и на самой простой рыбе, такой как Йорш или Уклейка. Заходя в РР3 зарабатывать игровые деньги, ловлей и последующей продажей рыбы, вы будете только первые дни, примерно до 45 уровня, который можно приравнять к 15-му в РР4. Дальше вам придется ловить различную наживку, которую потом придется продавать на сильно коррумпированной барахолке или на рыболовной базе Клязьма, где обитает притон барыг и где вряд ли кто-то предложит хорошую цену за ваши труды. Длиться весь этот накопительный процесс будет далеко не один месяц, даже если играть с нескольких аккаунтов и собирать все нажитое добро на одном из них. После чего вы сможете приобрести себе среднюю по стоимости игру за подъемности удочку, на которой на удивление вы все еще вряд ли будете зарабатывать. Для прокачки новых уровней вам придется по-прежнему ловить наживку или варить отвары на других своих аккаунтах, чтобы прокачивать основной. А чтобы дойти до топовых снастей понадобится минимум один год. И вот после выхода обновления купленные вами топовые снасти упадут в цене чуть ли не вдвое, и чтобы приобрести новые удочки с катушками вам придется работать по старой схеме. И не зря я применил именно это слово, ведь поставив себе цель купить топовые снасти в РР3 без доната, вы устраиваетесь на еще одну работу, которую вы будете посещать даже во время своей основной работы. Что же касается тех, кто готов донатить, то здесь для таких игроков есть абсолютно все. Вы можете за кругленькую сумму хоть с первого уровня поехать и ловить китов на топовые снасти, купленные за реальные деньги. И в этом есть тоже своя проблема. Вся игра сводится именно к ловле китов и ничему другому. Ведь проходить новые квесты или играть значимую часть турниров, не зарабатывая ловлей китов, невозможно. В РР4 все сбалансировано. И нету необходимости рыбачить только на Норвежском море, хоть там сейчас и получается фармить больше всего серебра, это не стократное и более преимущество в сравнении с другими водоемами. До выхода моря в игре также не было возможности взять в руки топовые снасти на первом уровне и ловить самую крупную рыбу. Ведь на всех катушках и удилищах есть ограничения, которым до определенного уровня вы не сможете рыбачить на приобретенные даже за донат снасти. Это создает баланс в игре, которого не существует в РР3. Сейчас в игре есть возможность купить за золотые монеты неограниченный доступ на Норвежское море, топовый на данный момент водоем и получить вместе с неограниченным доступом не топовые, но все же хорошие снасти, не имеющие ограничений по уровню. Все выглядит ненавязчиво и в РР4 вполне можно обойтись без этого, ведь существует постепенная прокачка опыта и адекватный заработок игровой валюты в достатке для покупки все более мощных снастей. Это тот важный аспект игры, который я очень долго хотел увидеть в РР3. И не один раз говорил об этом в своих старых видео, но к сожалению баланса в игре я так и не дождался. Рыбалка 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 будет взаимодействие пользователя с окружающим игровым миром, а особенно поклевки рыбы и ее вываживание. Это единственный момент в видео, где мне попросту нечего сказать про РР3, ведь за вываживание рыбы отвечают две клавиши, которые необходимо нажимать поочередно, а в качестве поклевки реализовано передвижение двух пикселей, отвечающих за ту часть экрана, где находится поплавок. В то же время вряд ли кто-то поспорит, что в связке с красивой текстурой воды и окружающей среды в РР4, механизм поклевок, засечки рыбы и ее вываживание выглядят максимально реалистично и красиво. Особенно приятно наблюдать за движением поплавка и его игрой по воде в ветреную погоду. Нельзя обойти стороной и спиннинговую ловлю, где важную роль отыгрывает движение приманки в толще воды, на которой подвижны все элементы. А на некоторых участках водоемов, сквозь солнечные лучи, можно увидеть момент поклевки рыбы. Каждая же катушка в игре имеет движимые части и визуализацию наполнения шпули, используемым в сборке шнуром. А удилища в зависимости от своей жесткости по-разному изгибаются при вываживании рыбы и при забросе приманки. Поведение водных жителей во время вываживания и отображения их в профиле анимировано настолько качественно, что иногда тяжело отличить рыбу от настоящей. Кроме того, внешний вид рыбы зависит и от их размера. Например, трофейная рыба будет отличаться от той, что на несколько килограммов меньше, своим суровым видом, с многими царапинами и другими изъянами, которые характерны для долгожителей. Игрок также может взаимодействовать и с другими окружающими его объектами. Например, рыбным рынком, кафе, мастерской или рыболовным магазином. Это здания, стилизированные под каждый водоем отдельно. А на одной из рыболовных баз есть возможность пользоваться транспортом, а именно квадроциклом на Янтарном озере или, например, разными типами лодок на большинстве водоемов. На реке Яма вас даже может посетить медведица с медвежонком, которые вряд ли нападут сами, но если подходить слишком близко, то игровой персонаж переместится на базу. Этот список можно расширять и дальше, все больше погружаясь в игру, но думаю, все это вы сможете оценить на моих ежедневных вечерних стримах. Наверное, еще один очень важный для многих аспект это доступность игры. Русская рыбалка 3 до сих пор платная. Хоть и стоимость месяца доступа довольно символическая, 49 рублей, это создает ряд проблем. Например, невозможность игрокам из Украины или стран Европы наупрямую оплатить доступ к серверам онлайн-версии рыбалки. Русская рыбалка 4, в свою же очередь, с первого дня существования абсолютно бесплатная, но стоит отдать должное, что появилась и развивалась эта игра исключительно благодаря успешности RR3. Вторая проблема, это невозможность подключения к игровым серверам RR3 без использования VPN из Украины и некоторых стран Европы. А в RR4 доступно много регионов и серверов, поэтому проблем с подключением фактически нету. Честность игры, но впрямую зависит от комьюнити игроков. И в обеих играх есть те, кто нарушают спокойствие рыбаков нелегальными программами, и, к сожалению, это не очень хорошо контролируется и зачастую даже не пресекается. Здесь можно лишь констатировать факт того, что в RR4 это менее ощутимо для широкой аудитории. Ведь в игре меньше взаимодействия с другими пользователями по сравнению с тройкой, в которой можно получить преимущество в разных рейтингах и турнирах за счет ботов, различных запрещенных, но не отслеживаемых вываживалок и тому подобных программ, которые также вносят свою лепту в уничтожение игры. Насчет токсичности комьюнити в играх можно долго спорить, ведь дураков хватает везде, но есть один факт, который дает возможность от таких персонажей себя оградить. Это закрытые чаты в RR4, куда не смогут получить доступ те, у кого нету пароля. В общих чатах, к сожалению, много неадекватов, которые обсуждают неприятные темы, не касающиеся рыбалки, при этом таких индивидов не особо активно банят. Но если все-таки нарушителя берут с поличными, ему придется столкнуться с некоторыми ограничениями. В RR3 это полностью закрытый доступ к серверам игры и невозможность порыбачить до момента окончания блокировки, что довольно странно выглядит, особенно для игры с маленьким онлайном. Ведь в большинстве других проектов нарушителям порядка блокируют только возможность пользоваться чатом. При создании RR4 разработчики пошли дальше и в качестве наказания игрока отправляют на штрафное озеро, где нарушителю придется отловить определенное количество рыбы на предоставленные снасти. При этом сдавать рыбу придется за бесплатно до момента, пока установленный лимит наказания не исчерпается. Как ни странно, вес, который необходимо выловить на этом закрытом водоеме, зависит от серьезности нарушения. На данный момент обе версии русской рыбалки, по моему мнению, самые детализированные и интересные в своем жанре, несмотря на существующие конкурентные проекты, которых с каждым годом появляется все больше. RR3 до сих пор увлекает старыми и новыми квестами, турнирами, рейтингами, всевозможными сокровищами и необходимостью бесконечно фармить игровую валюту, которую всегда есть на что потратить. Эта игра заставила меня не только провести в ней 10 лет, а и привела на ютуб, а вследствие чего уже и в RR4. Не сложно сделать вывод, что в RR3 новичок надолго не задержится, а тот, кто поиграл в RR4, никогда не поймет, как вообще можно проводить время в таком устаревшем проекте. Но вот олды этой игры, наверное будут держаться за эти пиксели до последнего дня существования рыбалки, несмотря на однообразие и бесперспективность. Праведливости ради, хочу сказать, что если бы не череда событий, которая привела меня в RR4, то я бы возможно до сих пор играл в тройку и думал из чего создавать новый контент. Ведь на все возможные темы я записал видео еще 2 года назад, а в обновлениях, к сожалению, ничего нового и интересного не появляется. А вот в четверке у меня есть вдохновение делать новый и качественный контент, как это раньше было в RR3 несколько лет тому назад. Только сейчас у меня намного больше перспектив, идей и возможностей. Посмотрим, к чему меня это приведет. RR3 дала мне не только возможность испытать большое количество позитивных эмоций, а еще и старт активности на ютубе. В данном же видео я показал, во что она превратилась сейчас и рассказал, почему это произошло. А также, какие есть возможности на данный момент в другой игре, куда добавляют или уже добавили много чего схожего на старую добрую RR3. Русская рыбалка 4 это самая интересная, проработанная, красивая и наиболее реалистичная игра про рыбалку. С пиковым онлайном только в стиме до 20 тысяч человек. И в будущем эти цифры будут только расти, несмотря на существующие очевидные проблемы. Это видео было создано не только под предлогом сравнения RR3 и RR4, а и для предоставления подписчикам моего канала игры, которая идет в будущее и может принести намного больше позитивных эмоций, чем устаревшая тройка, которая существует только благодаря однообразным китовым турнирам и непроходимым квестам, которые заставляют людей донатить в игру немалые деньги и покупать себе медали. Ну и конечно же, данное видео станет точкой отправления к достижению новых высот на новом уровне качества контента и уже с более современной игрой. И да, я помню свои слова трехлетней давности о том, что RR4 скучная и не предоставляет для меня никакого интереса. Но я так говорил из-за того, что у меня не было альтернативного мнения со стороны и опыта в самой рыбалке. Надеюсь, это видео хоть кому-то поможет избавиться от работы под названием «Русская рыбалка 3» и приведет, как и меня, в «Русскую рыбалку 4», в которой можно действительно получать удовольствие и хорошие эмоции от разнообразного игрового процесса. Много деталей касаемо обеих игр не было затронуто, потому что видео и так получилось очень длинным. А растягивать хронометраж еще больше нету никакого смысла, тем более все, что нужно знать про RR3, уже есть на моем канале. А вот история по RR4 только начинается, и впереди вас ждет очень много нового и качественного контента. Поэтому, если хотите стать частью этой истории, присоединяйтесь к нам, подписавшись на канал. В данном видеоролике были добавлены последние кадры, связанные с RR3. Время было хорошее, но оно ушло. На этом у меня все. Всем мира и добра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова